Продолжение следует... 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 В ходе диспансеризации мы выявляем такие социально значимые заболевания. Наверняка вы слышали о том, что идет рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваний. Вот чтобы своевременно выявлять и предупреждать эти заболевания, конечно, медицинская профилактика стоит на самом главном на сегодняшний день месте. В поликлинике функционирует дневной стационар на 65 коек, который работает в две смены. Койки дневного стационара функционируют в головном офисе, в филиале и в амбулатории Кенжи. Дневной стационар относится к ресурсосберегающим технологиям. То есть это то, чего очень удобно для населения. С минимальными затратами с нашей стороны и с максимальной возможностью оказать населению, которое занято, которое работает, оказать услуги, не требующие пребывания круглосуточно в нашем стационаре. При этом весь спектр услуг оказывается в полном объеме. Как диагностическое обследование, как лечебное лечение, так и диагностика. Кроме того, могу похвастаться, что в нашей поликлинике имеются два физиотерапевтических отделения, которые по своей мощности и по объему оказываемых медицинских услуг, ну, наверное, может быть, ну, не постесняюсь сказать этого, что является таким хорошим показателем и лучшим и востребованным для нашего населения. Долечивание после того, как пациент выведен из состояния обострения, проходит в отделение физиотерапии, где работают квалифицированные специалисты. Здесь мы проходим физиопроцедуры. Пациенты приходят с острыми болями, с воспалением суставов и отпускаем процедуры. Имеется дефицит кадровой службы только в части участковых терапевтов. Ну, хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть кадры, которые много лет работают, опытные врачи есть у нас. И похвастаться, что очень много молодежи. В наши ряды пришли молодые специалисты. С удовольствием отмечу, что с желанием работать. Немножко не хватает опыта, но они всегда стараются этот опыт перенять у специалистов, которые на протяжении ряда, даже десятков лет работают в нашей поликлинике. Наша поликлиника одной из первых участвовала в новых проектах, которые касаются нашей медицины на сегодняшний день. В 2017 году одной из первых поликлиника участвовала в пилотном проекте бережливой поликлиники. То есть, что такое бережливая поликлиника? Сейчас это немножко по-другому называется. Это приоритетный проект, который называется «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Практически предшественником этой программы была приоритетный проект бережливой поликлиники. Мы одними из первых среди трех поликлиник республики участвовали в этом проекте. Надо сказать, мы провели перемены, которые приводят к хорошим результатам. Я, если можно, объясню это в двух-трех словах. Что такое бережливое производство? То есть, это производство, которое в первую очередь начинается с бережливого отношения к пациенту. В первую очередь. Потом мы должны создать модель бережливой поликлиники. Что это значит? Имеющимися ресурсами, которыми мы располагаем, мы должны наш медицинский процесс от момента захода в поликлинику пациента до его выхода по окончании лечения, чтобы все условия были созданы для того, чтобы пациент, во-первых, не тратил много времени в поликлинике, не тратил много времени на маршрутизацию, не искал кабинеты, не искал, где сидит какой доктор. Мы разделили потоки пациентов на первом этаже. Мы организовали регистратуру открытого окна. То есть, ни в одно окно стоят одна очередь, и все пациенты, и здоровые, и больные. Ведь не секрет, что к нам и здоровые люди приходят за справками, за какими-то платными услугами. Мы разделили эти потоки. Очереди у нас в регистратуре нет. Кроме того, когда регистраторы общаются непосредственно напрямую не за окном, не за стеклом, а непосредственно с пациентами приходящими, какое-то сближение в отношении между пациентом и медицинским работником происходит. И, естественно, человек уже, ну, как бы можно так сказать, что с хорошим настроением он идет дальше, то есть уже к доктору. Одной из проблем в регистратуре у нас была проблема утери карточек, медицинской документации. Ну, не секрет, что некоторые пациенты считают, что лучше я свою карточку буду хранить у себя дома. На самом деле, надо отметить, что в соответствии с имеющимся законодательством, амбулаторная карта – это имущество поликлиники и должна храниться у нас. Но карточки иногда у нас пропадали, уносились домой или по каким-то другим причинам они отсутствовали. Сейчас у нас вот в рамках этого проекта имеются картоноши. Это такое слово новое. То есть это медицинский работник, который, как только пациент записался, информация идет в регистратуру, что пациент приходит и идет к врачу условно, например, к доктору Иванову, картоноша берет карточку и несет эту карточку в кабинет к врачу. Это тоже сокращает время присутствия пациента у регистратуры. У нас есть электронная запись, как, впрочем, и во всех лечебных учреждениях республики. Электронная запись тоже позволяет. Пациент приходит к врачу, а карточка уже должна быть на приеме у доктора. Тоже сокращается время и какую-то такую хорошую нотку вносит в общение между пациентом и врачом. Кроме того, маршрутизация пациентов обозначена у регистратуры. Висят объемные такие по размерам, удобные для людей со слабым зрением. Висят таблицы, висят плакаты, где указана наша маршрутизация. Для людей с ограниченными возможностями созданы условия в рамках проекта «Доступная среда». Созданы условия, когда пациент, например, плохо видящий или слабослышащий, при приходе только на пороге поликлиники уже имеет возможность вызвать кнопкой вызова персонал на крыльцо или на порог нашей поликлиники. Есть кнопка вызова, и выходит наш сотрудник и сопровождает. В филиале мы установили электрический подъемник для того, чтобы инвалиды в колясках, люди с ограниченными возможностями, могли подниматься на этом электроподъемнике. И дальше уже идет маршрутизация по поликлинике. Безусловно, это облегчает передвижение людей с ограниченными возможностями по поликлинике. Есть кнопка вызова со стороны двора, где есть прямой подъезд без ступенек, напрямую сразу въезд в поликлинику. И транспорт может очень близко подойти к двери, где вход специально для этих пациентов наших. Везде висят таблички со шрифтом Брайля для людей с ограниченными возможностями зрения. Таблички висят на кабинетах, на дверях кабинетов врачей наших, на всех кабинетах. И процедурные кабинеты тоже приспособлены для них. Ну, то есть вот такие перемены, они, в общем, показатели, конечно, нашей работы улучшают. В рамках доступного бережливого производства мы провели немножко ряд улучшений в работе клинико-диагностической лаборатории. То есть мы ввели талонную систему. Мы оборудовали кабинет так, чтобы передвижение пациента было от одного специалиста к другому, с минимальными временными затратами и с максимальными возможностями. Отремонтировали кабинеты, места пребывания пациентов. И хотелось бы, как раз вот касаясь мест пребывания пациента, отметить, что в холле нашей поликлиники, там, где у нас регистратура, оборудованы места и для людей с ограниченными возможностями, и для остальных пациентов. То есть, ожидая там очереди в регистратуру, хотя как таковых очередей у нас уже особо и нет, они могут воспользоваться информацией, которая у нас на экране идет о диспансеризации, о профилактических мероприятиях, например, о возможностях диспансеризации в поликлинике. Есть бегущая строка, которая дает информацию для людей, которые хотят обратиться в нашу поликлинику, о том, что диспансеризацию мы, например, и в субботние дни проводим. То есть, возможность для работающих людей пройти диспансеризацию и в субботние дни у нас также имеется. Проводя изменения в рамках бережливого производства в клинико-диагностической лаборатории, кроме тех достижений, я бы хотела отметить, что все-таки человеческий фактор играет большое значение. Квалифицированные специалисты, которые работают в нашей лаборатории, в общем-то, они подтверждают, что отношение к пациенту, безусловно, с огромной нагрузкой работают наши лаборанты, но, тем не менее, стараются максимум положительных моментов создавать для наших пациентов, чтобы не было ни жалоб, никаких других моментов отметиться. Отметить хочется, что у нас там работают специалисты с большим стажем, которые с удовольствием обучают нашу молодежь. Безусловно, повышение квалификации персонала – это тоже очень большое значение имеет. Как человек, как персонал обратиться к пациенту, ну, дальше складывается вся цепочка его пребывания в поликлинике. Обучали мы наших регистраторов, прошли обучение регистраторы, доктора наши, работают с молодежью, чтобы, значит, вот таких моментов отрицательных для пациентов не было. У нас у поликлиники имеется свой сайт, официальный сайт поликлиники, на котором вся информация о работе поликлиники, включая изменения в графике работы врачей, ежедневно в режиме обновляется и поступает на этот сайт. Есть возможность, гостевая книга имеется у нас, где мнение как положительное, так и отрицательное, каждый пациент имеет возможность отразить в этой гостевой книге. Конечно, нам приятны положительные моменты, но и отрицательные мы никогда не пропускаем мимо и стараемся быстро отреагировать на такие подобные моменты. У нас проводится анкетирование наших пациентов. Ну, если последние цифры говорить, из 100% опрошенных пациентов, ну, можно сказать, что 82,5% удовлетворены работой поликлиники. Безусловно, остальные проценты нас удручают, и над ними мы работаем. Это, безусловно, требует работы. Ну, кроме того, у нас имеется страничка в Инстаграме. Конечно, любое мнение, которое поступает, мы стараемся отреагировать. Иногда бывает немножко обидно, не всегда позитивная информация идет. Мы должны объективно оценить достоверность этой информации и обязательно отреагировать. В страничке Инстаграма мы пытаемся и свои достижения. Например, на сегодняшний день мы получили новый аппарат ультразвуковой диагностики. Мы считаем, это очень хороший, позитивный момент нашей работы. Он улучшит наши показатели работы, возможности наши улучшит и в плане диспансеризации, и в плане профилактики. Кроме того, очень тесно мы сотрудничаем и с Минздравом, и с Фондом медстрахования, и со страховыми медицинскими организациями. У нас сидит представитель страховой медицинской организации, который как бы, его задачей основной является быть на страже застрахованных. То есть пациент, который пришел к нам в поликлинику и чем-то недоволен, он может также обратиться и к представителю страховой организации. Естественно, они ведут учет, записи этих обращений, или вопросы могут быть касательно обслуживания в поликлинике, касательно прикрепления к поликлинике, касательно жалоб, которые могут быть по поводу медицинских работников. И мы совместно со страховой компанией пытаемся, конечно, эти моменты разрулить. Основная работа отделения у нас направлена на профилактическую работу. Самый главный документ, по которому мы работаем, это наш приказ по диспансеризации и профилактическим осмотрам. Ранее эти два приказа были разные. В данном году их объединили в один приказ, по которому мы и работаем. Благодаря данному приказу у нас появилась возможность охватить большую часть населения диспансеризацией и профилактическим осмотром. Поскольку в данном приказе есть возможность провести данные виды обследования лицам, которым исполнилось 40 лет, ежегодно. Весь необходимый печень обследования, который входит в данный приказ, можно провести в нашей поликлинике, на базе нашей поликлиники, либо в наших филиалах. Если же возникают трудности с проведением какого-либо обследования, у нас заключены дополнительные договора с разными ЛПУ, и наши пациенты просто по дополнительному договору проходят и получают данный вид обследования. За поликлиникой закреплены на сегодняшний день наблюдаются 17 инвалидов и участников войны. 17. Я имею в виду Великой Отечественной. Это вот та категория людей, которой мы стараемся максимально, вот насколько это можно в наших силах, оказать помощь, внимание уделить. Очень наши девочки, особенно молодежь, любят общение с ними. И, безусловно, мы проводим обязательно ежегодные, а иногда и несколько раз в год осмотры. У нас есть выездные бригады врачей, которые на месте могут посмотреть. И есть такие моменты, как положительные в нашей работе, это доступность таких видов услуг, как компьютерное обследование, МРТ, КТ, ультразвуковая диагностика сосудов. Последние три года у нас есть эта возможность в том объеме, в котором она нам требуется. То есть пациенты имеют право бесплатно получать и обследование диагностическое, и компьютерное, и МРТ-обследование. То есть диагностические возможности у нас, конечно, увеличились. Это тоже очень большой положительный момент. Кроме того, у нас открылся кабинет палеоативной помощи. Не только у нас, он во всех поликлиниках. Эта палеоативная помощь у нас сейчас очень большое внимание уделяется. Вы, наверное, слышали и в средствах массовой информации. Палеоативная помощь сейчас очень большое внимание уделяется. У нас есть специалисты, прошедшие обучение по палеоативной помощи. То есть это палеоативная помощь больным тяжелым, больным со сложными заболеваниями. Это и онкологические пациенты, которые нуждаются в особом внимании, более частых осмотрах и оказание специфической медицинской помощи. На сегодняшний день я могу сказать, что дефицитов медикаментов, которые нуждаются в обезболивающих препаратах, о чем я сейчас речу, о больных онкологических, дефицита нет. На сегодняшний день мы обеспечены всеми препаратами в том достатке, которые нам нужны. Обезболивание этих пациентов оказывается нами в той мере, в какой требуется. Есть бригада, которая обслуживает, есть транспорт. Хочется отметить еще один положительный момент. На встрече с руководителем республики, с Казбеком Валериевичем Коковым, я озвучила нашу просьбу обновить автотранспорт неотложной помощи нашей, который уже, в принципе, и устарел, и свой срок отработал. Казбек Валерьевич очень чутко отнесся к нашей просьбе. Просьбу озвучивала я, и спасибо ему огромное. Нам выделили новый автотранспорт, который сейчас обслуживает и палеотивную помощь, оказывает, и неотложную помощь. Ну, надеемся, что на этом не закончится то внимание, которое к нам. Мы очень надеемся, потому что я знаю, что Казбек Валерьевич большое внимание здравоохранению уделяет. А на сегодняшний день здоровье нации – это, наверное, самое главное. Здоровая нация – это, безусловно, процветающая республика на сегодняшний день. Казбек Валерьевич Казбек Валерьевич Казбек Валерьевич